Пока у нас здесь не было, произошел этот инцидент с Содомой и Гоморрой. Я не хотела об этом много говорить, поэтому все, это было в перерыве. 20-я глава. Продолжение следует. Авраам все еще верит Богу. Он не поколебался. И снова он сходит к югу. И он снова говорит ложь о Саре. О чем он вообще думает? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. А что если бы Сара забеременела от этого Абимилеха? Что если бы Бог не остановил Абимилеха? То тогда бы это обетование было бы под сомнением. У них тогда даже не было теста ДНК, чтобы узнать, кто отец ребенка. О чем он думал? Но все равно это не остановило обетование Бога. И тот урок, который я могу взять из этого эпизода, что Бог сделает все необходимое, чтобы защитить свое обетование. Поэтому нам не следует об этом переживать. Если мы поставим под сомнение обетование, или будет обетование колебаться туда-сюда, то Бог вмешается, Он предпримет действия. Так Он и сделал. Тут есть женщины. И сделайте заметку себе. Как в первом Петра 3 главе говорится о том, как мы должны относиться к своим мужьям. Там говорится, что если наши мужья не послушны к Слову, то мы должны завоевать их своим поведением. Не проповедованием. Все мужчины улыбаются. Да! Потому что большинство из них живут с женами. Не-не-не-не-не-не-не. У Сары должна была быть верой в этом случае. И мы также знаем, что наполовину ему сестра приходится. Но она была подвержена риску. Если Бог не остановил Абимилека, то она бы сделала то, чего бы не следовало делать. И она должна была доверять Богу, что Бог защитит ее. Потому что в тот момент Абрам не очень-то вел себя хорошо. И в то время в задание Абрама входило, чтобы защитить Сару. Но все мужчины ободритесь. И я это говорю серьезно. Бог не заберет свое обетование от вас из-за того, что вы не можете идеально защитить свою жену. Я знаю, что мужчины, которые ищут Господа, могут чувствовать особое чувство вины из-за ошибок, которые были в отношении их жен. И это может очень сильно препятствовать их росту с Богом. Так как мужчины, мужи, они будут ранить своих жен. Я не говорю о оскорблении намеренном, преднамеренном. Я говорю о обыкновенном, человеческом, нечувствительности. Мужчины не имеют такой же образ мышления, как и женщины. Женщины не думают так же, как мужчины. И мы можем ранить друг друга. Бог все равно способен сохранить и воплотить свое обетование. Если даже мой муж не может идеально защитить меня, мой Бог может. Я поклоняюсь Богу. Я люблю и уважаю своего мужа. Не путайте эти понятия вместе. Ваш муж замечательный, но он просто человек. Мужчины делают очень плохие боги. А, из мужей получаются очень плохие боги. Бог делает замечательный бог. Но из бога получается замечательный бог. И он может стать мужем той, у которой нет мужа. И мы хотим быть настоящими дочерьми Сары. Чтобы сохранять свою душу в мире. У Сары рождается сын. И она называет его смех. Так как нужно смяться в таком случае. Теперь ребенок, Исаак, вырастает. Детя выросло и отнято от груди. И он, возможно, это было ему тогда 3 года. Они кормили детей намного дольше. О, так долго для меня. И в один день Сара выглядывает и видит, что Исмаил играет с Исааком. Ну, не знаем, что точно там было, но, наверное, Исмаил его дразнил. Или же Сара так почудилась. Вы знаете, это мамы все, кто знает, что она там думала. Но это все равно огорчило ее. И она говорит Абраму, а ну давай выгони эту женщину, ее ребенка отсюда. Я не буду, как бы, я не разрешу, чтобы он издевался, смеялся над моим ребенком. И Абраму это не понравилось, ведь Исмаил тоже его сын. Он любил его. И Бог приходит с Абрамом и говорит, что все в порядке. Вышли их. Я позабочусь о ней. И я позабочусь об Измаиле. И мы должны понять, что Бог дал Измаилу также обетование. Он не был сыном обетования. Мессия не пришел от Измаила. Мессия пришел от Исаака. Но Бог все равно любил Измаила. И он предупреждал ему. В 13 стихе он обещает. От сына рабыни я произведу народ. Один из этих уроков, чему мы должны научиться. Мы можем любить Исаака и Измаила в одно и то же время, одновременно. Это, конечно, не означает, что мы должны одобрять те нечестивые поступки, которые делают сыны Измаила. Так же, как и другие язычники, должны прийти к вере в Исшуа. И мы больше не должны ненавидеть их и вообще никакого дела с ними не иметь. Потому что Бог любит их. Любит всех их. Окей. Talk about the Sarah and her faith. Sarah, Vera, Sarah. Chapter 22. 22 глава Бытия. Все, что здесь написано, говорится о вере Авраама, о вере Авраама. Я чувствую, у меня есть такое чувствование, что Sarah знала, что происходит. Там ничего не сказано, нету никакого упоминания об этом. Просто я чувствую, что она знала. Потому что вот Исаак, молодой парень. Мы не знаем точно, какого возраста. И Бог говорит, вот, я тебе дал сына обетования. А теперь возьми его и принеси его в жертву для меня. Это так смущает, это так может запутать. Бог противоречит сам себе. И мы должны попытаться представить себе, как это выглядело для Авраама. Вообще вся эта ситуация. То я думал, что Он бы все сделал, возможно, в послушании, начал бы готовиться. Медленно. И думал бы, что же Бог делает. Что же Он у меня просит сделать? Но Он все-таки продвинулся, и Он сделал эти шаги. В Новом Завете говорится, что Авраам поверил Богу, что Он может поднять из мертвых Исаака. И, конечно, так и было. Он сделал это со своим сыном. Но суть в том, что Авраам послушался. И в какой-то момент Исаак тоже должен сотрудничать со своим отцом. Если бы Исаак не хотел сотрудничать, он бы сказал, не надо мне все это. И он бы убежал бы оттуда. Поэтому мы видим сына, Исаак, который доверяет своему отцу. И даже до времени, до момента, когда его нужно было принести в жертву. И, конечно, в этом мы видим прообраз Иисуса. В 10-м стихе сказано, что Авраам взял нож. И Бог говорит, нет, остановись. Ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, потому что не пожалел сына твоего. И очень важно оценить Авраама. Но также давайте применим это к нашей жизни. Бывает время, Бог дает нам обетование. И мы должны это обетование поместить на жертвенник. И сказать, хорошо, Бог. Я видела, как это происходило очень много раз в моей жизни. Я приняла мало обетование, отдавала его обратно Богу. Поднимала руки вверх. И Бог снова возвращал, всегда возвращал обетование обратно, еще даже более сильнее. Интересно, что вы держитесь за обетование своей верой. Но вы его не хватаете, не пытаетесь удержать у себя. Бог, ты сказал, ты сказал, это мое. Это мое обетование. Мы так делаем. Но так не делайте. Просто очень легонечко держите обетование. Когда мы, у нас отношения с Богом. Когда вы имеете отношения с врагом. А ну, руки прочь от моего обетования. Поговорим об этих некоторых обетованиях через пару минут. Затем Сара умирает. Следующий раздел. Двадцать пятая глава. Интересно. Абрама была вторая жена. Китура. И посмотрите на всех этих детей. Зимран, Джоксан, Мидан, Мидиан. Зимран, Иокшан, Мидан, Мадиан. Ишбак, Шуах. Это тоже все сыновья Авраама. Но они также не являются обетованием. Сыновьями обетования. И в седьмом стихе. Дни жизни Авраамовой, которые он прожил, было сто семьдесят пять лет. Сто семьдесят пять лет. Ему было сто, когда родился Исаак. Поэтому еще семьдесят пять лет он провел со своим сыном. Достаточно это. Долгое время. Затем в восьмом стихе. И скончался Авраам. И умер в старости доброй. Престарелый и насыщенный жизнью. И приложился к народу своему. Это самое лучшее, что вы можете получить. Престарелый. Насыщенный днями. Насыщенный днями, значит, удовлетворенный. Он прожил хорошую жизнь. Полноценную жизнь. Он не сожалел, он не печалился о всем том, чего он не смог сделать. И он приложился к своему народу. После вашей смерти. Потому что ваше тело умрет. Это вам не новость такая, я говорю. Не новость. Вы хотели бы посмотреть на свою жизнь. И знать, что вы прожили жизнь. Я верил в Богу. Я встал. Я встал в вере. Что вы действовали в вере. Я совершали какие-то ошибки. Но я верил в Богу. Вы не хотели бы быть тем человеком, который отказался совершать поступки веры. Тогда вы умрете без удовлетворения. Одну женщину, я знаю, которая говорит о своей жизни. Потраченный понапрасну потенциал. Утерянный потенциал. Вы бы не хотели этого. Мы видели, что Абрам сделал двумя глупостями. Два. Как мы видим, Авраам дважды сделал глупости. Глупость повторил. И потом Измаил родился. Целый арабский народ от одного сына. Но все равно он умер сперестарелый и насыщенный днями. Что если бы Бог сказал Аврааму, оставь свой дом, свое родство, уходи, иди туда, куда я тебе скажу. А Авраам сказал, я не хочу, я не пойду. Умер бы ли он престарелый и насыщенный жизнью? Я не думаю. Я знаю так много людей, которые сожалеют о том, чего они не сделали. Они сожалеют о том, чего они не попытались сделать. Они сожалеют о том, что они не действовали в вере. Я знаю больше таких людей, чем тех, которые ошиблись, сделали какую-то ошибку в своем следовании за Богом. Что мы что-то пропустим. Вы подумаете, что вы услышали Бога. Вы выступите в вере. И вы поймете, что я не слышал Бога. И вы поймете, что я не слышал Бога. Я не слышал Бога. Это не было Бога. А затем вы поймете, что это не был Бог. Что это была ошибка. И вы будете себя так глупо чувствовать. Поднимитесь. И снова попытайтесь. Мы лучше начинаем слышать Бога с практикой. Когда практикуем. И вы будете чувствовать больше комфортно, что вы пытались и не забыли Бога. Чем если бы вообще вы ничего не делали. Я бы хотел поговорить о нашей жизни. И какое отношение это имеет к нашей вере. Вы знаете, вера это что-то абстрактное. Вы не можете это видеть, потрогать. Постоянно мы слышим о вере. Постоянно мы слышим о жизни в вере. Веря Авраама. Веря других героев веры. И очень легко кажется, как будто все это снаружи. Но намного сложнее это происходит в жизни. Это человек. И это конец жизни, как Авраам, который после жизни насыщенный ею. Вот его путь, путь Авраама, его жизнь. Это его жизнь плотская, физическая. Он родился, здесь он Сару встретил. Здесь он вышел из Харана. Здесь Измаил родился. Исаак родился. И затем оставшийся часть его жизни. Мы знаем, что так и было. Мы знаем, что так и было. Бога также есть судьба для вас. До того, как вы родились. Бог знал вас, Он говорит. Даже когда мы еще не сформировались. Он знал даже те слова, которые мы скажем. И каждое событие Он знает, которое будет с нами. Он знает те хорошие события, Он знает. Он знает плохие события. И мы имеем такую тенденцию, что во всех плохих событиях мы пропустили Бога. И мы надеемся, что больше хороших будет. Но у Бога есть определенная цель для каждого из этих событий. Я хочу брать уроки. Я хочу учиться из того моего жизненного опыта, который у меня есть. И вы принимаете решение. Делаете выбор. И думаю, что это Бог хочет от меня. Вы движетесь дальше в этом направлении. И затем, как Кэрин говорила, подождите минуточку, это не Бог. Или же пастор, лидер подходит к вам. Что ты делаешь? Я следую за Богом. Но ты должен что-то приспособить в жизни своей. Должен поучиться в год. И если мы доверяем эту лидеру, то мы поймем, что Бог пытается через них помочь нам найти эту судьбу, предназначенную Богом. Или же иногда мы скажем, о, ты завидуешь, ты пытаешься контролировать меня. И мы можем отвергнуть их совет. А затем бывают другие случаи, когда на самом деле они контролируют людей. Возможно, используют вас люди, или же другие люди используют других людей. Поэтому, как же мы можем знать, какой из этих случаев? Иногда откровение от Бога. Но чаще всего это опыт. А это та судьба, которую Бог предназначает для вас. Судьба. Предназначение. Предназначение Бога. Если это моя жизнь, или ваша жизнь, то есть предназначение для вас. Хорошее предназначение. Может, хорошая жизнь. Но это не ходит в веру, потому что они не вместе. Это похоже на железную дорогу. Либо предназначение должно измениться. Либо я должен найти, каково мое предназначение, моя судьба. И мы хотим, чтобы в нашей жизни была судьба Божья. И мы живем, мы живем своей жизнью. И потом мы начинаем верить в Бога, принимаем в Бога свою жизнь. И затем мы уже идем вместе с Богом, по линии Божьей судьбы для нас. Иногда мы сходим с нее. И потом мы говорим, о, Бог мой, ты где? Он говорит, я здесь, иди сюда. Мы возвращаемся. Или же сюда мы отклонимся. Потом опять. Это циклы такие. Иногда мы с Богом, иногда мы с Богом. Иногда мы, Бог, ты где? Иногда даже мы идем по этой линии предназначения с Богом. И мы их спрашиваем, Бог, ты где? А я здесь, и рядом с тобой. Но я же тебя не чувствую. И он говорит, а ты ж не по чувствам ходишь, ты по вере идешь. И мы должны понимать, что иногда мы чувствуем, распознавать Божье присутствие. Но иногда нам нужно просто верой принимать, что мы идем там, где нужно, потому что Бог этого хочет. И мы не судим или подчеркиваем в нашей жизни, как много веры мы имеем в наших чувствах. И мы не, на основе, как бы, наша вера не зависит от наших чувств, сколько у нас чувств, это определяет нашу веру. Или же наша вера не основывается на обстоятельствах. Иногда обстоятельства других людей в жизни очень хорошие, но они так и никогда не встречают Бога. Хорошая работа, большая машина, хороший дом, но они не знают Бога. Иногда, когда мы идем вместе с Богом, и мы должны спуститься в Египет, потому что голод, мы потеряли свою работу. И если мы идем видением, то, что видят наши глаза, то мы скажем, о, точно это не Бог, потому что это неплохо, нехорошо. Бог хочет, чтобы мы были победителями, чтобы мы побеждали. Чтобы мы ходили с силой Его Царства. И даже Он дал эту ответственность, передал эту ответственность Церкви. Или всему телу Христа. Чтобы влиять на этот мир. Ишуа даже taught us to pray. He said, Lord, let your kingdom come. Ишуа учил нас молиться. Пускай Твое Царство придет. И будет Твоя воля. И это не произойдет без Вашего и моего участия. Он хочет использовать вас и меня, чтобы завершить это. Чтобы быть победителем, чтобы победить, нужно две вещи. Нужно два одновременных события одновременных. Первое — это находиться в правильных взаимоотношениях с Богом. Первое — мы должны быть во Христе. Мы должны быть верующими. Если мы не верим в Ишуа, тогда мы не в верных взаимоотношениях с Богом. И так же Вы находитесь в каком-то определенном месте. Вы в школе находитесь. В МЖБИ. Как долго длится школа? Десять месяцев? Это Ваше время сейчас. Вот где Вы находитесь. И второй факт, второе событие для того, чтобы эти две линии сошлись, чтобы находиться во времени Божьем. То есть место и время. Божественное время и место. И все это вместе. Одновременно. Иногда мы находимся в верном месте с Богом. Он хочет, чтобы я находился в школе. И мы знаем, что после нашего обучения откроются широчайшие двери со всех сторон. Сразу же вы начнете общину спасутся сотни человек в субботу. Большинство из вас смеются, потому что нет, такого не бывает. У меня нет такой веры в это. Но если Бог хочет, чтобы у нас была такая вера, возможно, это и есть наша судьба. Независимо от внешних обстоятельств, мы должны быть в верном месте в верное время. И хотела бы поговорить о концепции полнота времени. Полнота. Основное слово здесь. Полнота времени. Я не очень хороший художник. Моя дочь художница, но она это получила от моей жены. Это стакан, а кто-то выливает воду в этот стакан. Он начинает заполняться. И когда вода дойдет до краев, тогда этот стакан полный. Это несложная концепция. Это легко понять. Полнота. Полнота. Это не значит, что что-то полноценное, что-то полное, доведенное до совершенства и наполненное. Это идея совершенства, доведенного до завершения, полнота, завершенность. Откровение 13.8 Вы можете просто читать это, Татьяна. 13.8 И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не записаны в книге жизни у Агнца заклонного от создания мира. Что Иешуа, его судьба, предназначение даже до создания мира, он уже был заклон. Галатам 4 4.4 И вы можете читать это. Галатам 4.4 Видите это слово полнота времени? И так же он был заклон до создания мира. И было время, был момент во времени, когда было пересечение с Божьим предназначением. И родился Иешуа в плоти. Родился от жены. Давайте посмотрим, что пришлось Богу сделать для того, чтобы это время стало временем полноты, верным временем. И даже не рассматривая очень много стихов, вы знакомы с многими. Должно было многое произойти в тот время. Пророчества в Ветхозаветние были, что Иешуа родится от девы. Также Мария должна была родиться в какое-то время. Елизавета, ее тетя, которая была неплодна. Ее муж Захария должен был в какое-то время первосвященником. И в то же время он должен был пойти и принести жертвоприношение. Когда он встретился с Богом и не смог потом разговаривать. Елизавета должна была забеременеть тем, чтобы встретиться с Марией, быть наполненной Духом. Римляне должны были тогда контролировать Израиль. Это не очень хорошее событие, факт, потому что они доминировали. Римская армия контролировала весь тогда известный мир. И по плану Бога, что это вещание, это широкое вещание, это распространение этой новости о том, что родился Иисус, было более эффективно в период правления римлян. Также Иосиф должен был родиться и тогда вручиться с Марией. Суть в том, что задействована намного больше всего, чем просто Мария, действия Бога и все. План Бога был в том, чтобы были пророчества, Иосиф пророчествовал. Также обручение Иосифа и Марии. Также посещение Елизавета и Марии именно в тот верный момент. И также после рождения Иисуса. И Он был принесен в храм. Симеон уже было дано откровение, что Он не умрет, не увидевший Мессию. Вот еще один участник этого всего. Все эти факты вместе, Бог это соединяет вместе. В одной временной точке. И это есть полнота времени. Понятно? Иногда то, что происходит в нашей жизни. Все это намного усложненно, чем просто Я один и все. У нас сейчас есть три внука. Это не просто случайность, что они родились от наших двоих детей, и от меня им Кэрен. Возможно, это покажется просто. Двое людей собрались вместе, имели секс и родили детей. Потому что это было. Но в сердце и плану Бога Он хочет, чтобы каждый находился из нас в той судьбе, в том предназначении, которое Он имеет для нас. И вы не случайность. Я не случайность. Мои внуки не случайность. Бог уже знал, что они будут моими внуками даже до того, как я мог. Даже до моего рождения. И был план Бога. И нахождение в этом плане, в пределах этого плана, это есть вера. Откройте Римлянам 1, 25. Мы посмотрим на еще одно понятие, возвратимся и завершим дальше. Римлянам 1, 25. Это не в порядке, я хочу идти. Римлянам 1, 25. Это неправильное место. Римлянам 11.25 Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении от Анисии, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Это не значит, что весь Израиль не спасется, но до тех пор, пока будет полнота язычников. Но как народ, как группа людей, Израиль не войдет в это, не пройдет через это. До тех пор, пока не придет полнота язычников. Бог не ведет себя так, как противный мальчишка. У него есть определенные планы и цели для группы язычников. Если вы еврей, Это не честно. Зачем я должен ждать этого? Но часть нашей жизни и веры похожа на это. Для того, чтобы что-то произошло в вашей жизни, Бог работает над чем-то другим в этот момент. И вера дает вам терпение. Вера также дает вам силу. И также вера это ключ к тому, чтобы соединить эти события вместе. Это не что-то похоже на выигрыш. Вы выиграли в лотерею. О, счастливчик такой. Когда я выиграю в лотерею, Жизнь по вере это не лотерея. Вера это осуществление ожидаемого. Даже если мы не можем видеть, потрогать ее. Она соединяет вещи вместе в этом месте, в это время. И они соединяются вместе в полноте времени, когда придет полнота. Я думаю, что после перерыва мы больше поговорим об этом. Окей.